Буквица стартовал в Вологодской области. Он посвящен 1150-летию славянской письменности. Работа принимается по четырем номинациям. Участникам необходимо изобразить буквицу, написать эссе, сделать стилизацию под памятник древнерусской литературы или произведение русской литературы XVIII-XIX веков, а также попробовать свои силы в интернет-биктарине. Это первый проект Вологодской областной библиотеки, где применяется принцип олимпиадного движения школьников. То есть три этапа. Первый этап школьный. Ребята в школе создают работы, творческие произведения, выбирают лучшие, отправляют на муниципальный этап в центральную библиотеку районов своих. И потом уже от каждого района к нам приходит по одной работе, по каждой номинации. И мы уже выбираем на региональном этапе несколько. Слышите, сказать, по поводу логотипа. Выпущите какое-нибудь решение? Нет, я это отложил, потому что в моем окружении нет художников, которые вискрят идеями, которые предлагают варианты. Все говорят, как бы, ну ты скажи, что надо. Но если бы я совершенно не умел бы рисовать, я нарисовал бы. Слушай, проявление логотипа, оно как-то старое. Это какое-то изображение или рисунок. Да, а какой-то новый этап в логотипе, что-то новое, что-то может быть. Это может быть какой-то сувенир, который будет являться в то же время в логотипе. Знаком отличия. Ну, знаком отличия, да. Логотип, что-то такое. Знаком отличия. Персинализация. Понимаешь, каким-то образом надо визуализировать матрешка, подобное образование внутри шаров. И цыгранная структура атомов, что у Кушелева, многократно... Мы можем здесь черпать, да? Да, конечно, нельзя. Это знак. Понимаешь, логотип заживет тогда, когда вложенные в него смыслы будут понимать все участники проекта. Нарисовали мы цыгранную структуру атома с двумя осцилляторами от Иванова. И все знают, что речь идет о процессах, которые идут на внутри, на субатомном уровне. Так я видел этот логотип, который ты делал, там рисовал. Ну, это не я, это... Индизайнер, да? Вот эта вот штука у тебя, визуализация, она как будто в динамике. Вы хотите ее? Да, да, да. Да? В динамике. Вот. Но вот на самом деле, это же двоичное, это плоское выражение. Поэтому я говорю, что нужно объемное. Объемное это уже флеш, это стоит других денег. Люди говорят, мы бесплатно работаем, как можем. А те, кто умеет что рисовать, они говорят, плати. Слушай, но объемное оно же не... Ну, вот такое. Вот, через что. Спираль, вот, отлично. Спираль. Спираль показывает, что мы понимаем, что вся жизнь и все процессы в галактике, они имеют причинно-следственную связь, и в пространстве мы движемся в галактике по спирали. Это верная подсказка, конечно. Потому что именно вот этот фрагмент, один из фрагментов, и обрезали у большинства сегодня живущих. Почему люди спят? Потому что они не видят смысла в чем. Если все по кругу, все замкнуто, как белка в колесе, то, конечно, жизнь не имеет смысла. А если ты знаешь, что это спираль, по образу и подобию также сотворены и наша ДНК, и все процессы вокруг спирали видны, то тут ты начинаешь что-то задумываться, что каждый виток спирали, он куда-то к чему-то ведет. Ну, это уже отдельность философии. Так, мы говорим о... Здесь нет ни черного, ни белого. Давай вот так вот сожмем ее. Плоское выражение. То есть нет ни черного, ни белого. Да. Здесь ноль, и здесь ноль. Сейчас квантовые... компьютеры квантовые. Биквант. Ну, ноль. И ноль единичка. А ноль ноль. Биквант. О, нет, круто. Это буквица фито. Денья славянская. Буквица. Ой, еще круче. Это знак аннексима. Знак аннексима тоже метафизика. Еще один смысл. Это буква цепита, которая говорит идти вновь. Которая лечит от дискотина. Она же в развернутом варианте имеет еще одни образы. Видите, вот этот образ. Сейчас мы его поймаем. Вот такой вот. Вот. Да, да, да. Раз. Это буквица Ежа. Молодец. Молодец. Последняя буквица в порядке буквицы. Которая говорит мера времени. Ну, наконец-то ты пришел и сумел визуализировать древнеславянский алфавит. Этой буквицей заканчивается порядок буквицы. И начинается что-то новое. Заканчивается календарь буквицы. Палендарь календарь. Это все буквы плоскостного письма. Смотрите. Которое мы читаем. Мы читаем буквы. А куда? Сюда. Ну, смотри в объектив. Смотри. Да. Видите? Все буквы плоскостного письма это образы многомерных объектов. Это генетика. Дорогие дизайнеры, но вот когда вы меня спрашиваете, в какой области мыслить, вот пересматривайте этот сюжет, по-моему, все ясно. Олег Мусаргин. Ну, так вот и рождается дизайн. Откуда, говорю, кто придумал дизайн? А вот так вот пришел человек и с шеи снял. Круто, очень круто. Очень много слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Круто, добр. АклUP.